Итак, мне кажется, пришло время начинать. Добрый вечер, дамы и господа. Добро пожаловать на наше мероприятие на лекцию. Меня зовут Мичина Кона из Японии. Я не очень хорошо знаком с форматом ваших лекций и семинаров, которые проходят на мероприятии, но меня попросили прочитать небольшую лекцию о будущем городов и развитии инфраструктуры. Всем ли хорошо меня слышно? Да, с точки зрения акустики. Отлично, спасибо. Но в самом начале я бы хотел представиться. На текущий момент я являюсь свободным консультантом по вопросу умных городов или Smart Cities в Японии и Токио. И перед тем, как я открыл свою консалтинговую компанию, я работал в частной компании Hitachi и на протяжении первых двадцати лет в этой компании я занимался именно производством и работал в лаборатории по производственным исследованиям. развивал автоматизацию технологий для промышленности и занимался в том числе внедрением роботов и технологий сборки. Затем я перешел в отдел внутренних информационных систем в этой компании. В этом отделе я отвечал за развитие и операционные процедуры для наших систем развития кадров, для наших внутренних систем и для продаж и закупок. А также работал над развитием связанной инфраструктуры, которая связывала нас с другими компаниями-партнерами. Затем я работал в отделе стратегического планирования и технологических стратегий, искал новые ниши для нашего бизнеса. Так что в рамках моей сорокалетней карьеры я был вовлечен в развитие практически всех технологий, которые участвовали в производстве наших продуктов, работал над информационными системами. И наконец, на протяжении последних 6-7 лет в рамках компании Hitachi я занимался развитием продуктов для умных городов. Непосредственно я работал в отделе по разработке продукции для умных городов и многочисленным образом взаимодействовал с глобальными лидерами в этом направлении. После этого начал заниматься собственным бизнесом. Итак, сегодняшняя моя лекция будет посвящена следующим пунктам. Прежде всего я расскажу вам о разных историях и моделях умных городов, расскажу о том, как развивались умные города, дам вам несколько примеров умных городов, расскажу вам, как менялись модели умных городов и не уверен, что на слайде у меня совершенно корректно указан этот пункт, потому что недавно готовил презентацию для корейского мероприятия три дня назад. Поэтому, мне кажется, этот слайд случайно перекочевал из моей корейской презентации. Простите, пожалуйста, пункт четвертый, поэтому не совсем корректен. На протяжении сегодняшней лекции я не буду рассказывать о корейских кейсах. Но начнем мы с вами с общего рассказа о городском развитии. Когда мы говорим о городском развитии, мы всегда говорим о так называемых глобальных трендах в урбанизации. На этом слайде вы можете заметить, как растет городское население по всему миру. В 2007 году количество городского населения превысило количество сельского населения на нашей планете. Там, где зеленая линия пересекается с красной, мы видим, количество людей в городах превысило количество людей в деревне. Информация взята, прошу прощения, с сайта Организации Объединенных Наций. И согласно предположениям Организации Объединенных Наций, городское население составит 70% общего населения планеты к 2050 году. И рост городского населения крайне ускоряется. А вот количество сельского населения увеличиваться уже не будет. Пик уже был достигнут, при том, что мы помним о том, что количество населения на планете, в принципе, растет. Если мы рассмотрим внимательно ситуацию в России, и сельское, и городское население России, согласно, опять же, источникам Организации Объединенных Наций, так называемому прогнозу глобальной урбанизации 2018 года, Россия на протяжении ближайших лет тоже будет расти, а количество городского населения превысило сельское в 1957 году. То есть Россия опередила на 50 лет среднемировые тенденции с точки зрения урбанизации населения. Я не знаю, насколько эти тренды действительно влияют на тренды в России, на тренды урбанизации в России по сравнению с глобальными трендами. Но давайте посмотрим на следующий слайд. Это мои собственные аналогии, которые я вывел в отношении роста населения в городах. Когда мы посмотрим с вами на ситуацию в Англии в конце 19 века, а затем просмотрим динамику к началу 20 века, мы увидим, что городское население росло значительными темпами, в частности в Лондоне, как это указано на левой части нашей презентации на зеленом графике с желтой линией. Именно из-за этого значительного роста населения в городах гигиеническая ситуация в городе значительно ухудшилась и произошла вспышка краснухи и на городское население стало оказывать влияние большое количество факторов, связанных в частности с заболеваниями и гигиеническими особенностями в городе. И благодаря этому внутреннему и внешнему давлению появилась необходимость найти новые способы организации жизни в городах, особенно к 1920 годам. В то время было заслушано большое количество предложений о том, как можно изменить жизнь в городах. В частности, появилось понятие городского планирования. Также появилось понятие город-сад. Оно было предложено британскими архитекторами и городскими планировщиками, дизайнерами. Появилось понятие современного города. Оно было предложено французским архитекторам. Были утопические предложения о развитии города и многие другие предложения. Утопические предложения, в частности, были заслужены в отношении самых обеспеченных районов города. Но в любом случае озвучены были самые разные идеи. Многие из них были забыты. И мне кажется, в ситуации, когда мы находимся в глобализации, на правой части вы можете видеть график, характеризующий ситуацию во всем мире. Мы видим большое количество городского населения и, как мы видим, это количество, это число городского населения растет, особенно в странах Азии и Латинской Америки и Африки. Точно так же, как растет население в Африке, Латинской Америки и Азии росло население в Лондоне, то есть мы можем видеть некую аналогию. Также появляется определенное давление на эти города. Появляется значительный запрос со стороны глобального сообщества на снижение выбросов в атмосферу, на сохранение текущей ситуации и на улучшение ситуации с точки зрения экологического разнообразия с точки зрения экологической защиты. Поэтому нам тоже требуется найти новые способы организации жизни в городах. Также мы заслушали большое количество новых идей, таких как умные города, экогорода и зеленые города. И сейчас мы находимся в процессе того, как выбрать самый лучший и самый подходящий способ организации жизни в городах. Какие из наших текущих предложений будут забыты, какие будут взяты на вооружение, мы посмотрим. И пока мы заслушиваем большое количество идей и предложений в отношении будущего наших городов, есть только одна важная деталь, которая является общей среди всех авторов этих идей. И идея следующая. На протяжении 21 века, и особенно на протяжении первой половины 21 века, организация жизни в городе точно изменится. И сейчас мы находимся на пороге этих изменений. Изменений в облике города, изменений в организации жизни города, организации в способах развития города. И как консультант по развитию умных городов, я бы хотел отметить один важный подход, или несколько подходов, к организации жизни в городах в будущем. Особенно с точки зрения перспективы развития умных городов. Вы можете себе представить, что люди стали использовать словосочетание «умный город» на протяжении всего времени всех этих 11 лет менялись. И нет единого определения умного города, которое было бы повсеместно принято и широко использовалось. Все хорошо понимают, что умный город трактуется по-разному разными игроками. Конечно, есть важный тренд, который мы можем заметить в отношении понимания словосочетания «умный город». Мы стали понимать развитие умного города не только с точки зрения технологий, но, скорее, с точки зрения развития качества жизни людей. И это важный, очевидный тренд, который сейчас происходит прямо на наших глазах. Позвольте, я сейчас сделаю краткий обзор изменения в представлениях о умных городах. Первый период понимания умных городов между 2007 и 2011 годом – это первый хайп или первый бум модели умных городов. На тот момент существовало две крайности. Одна из них может быть охарактеризована как связанный город. На тот момент связуемость урбанистической инфраструктуры будет создавать новые ценности. И вторая крайность – это энергоэффективный город. На основе этой модели выросли идеи о использовании возобновляемой энергии, а также в этот момент стали появляться идеи о системе энергетического менеджмента, в основе которой, опять же, повторюсь, лежит использование возобновляемой энергии солнечной, ветряной и любой другой возобновляемой энергии. Затем наступил период так называемого разочарования. Период продлился с 2012 по 2015 год. Так называемый «связанный город», который максимально был поддерживаем на тот момент представителями IT-индустрии, оказался достаточно разочарующим. Почему? Потому что связанность инфраструктуры без конкретной цели не создает никакой ценности. Появилось недоверие к концепции среди местных чиновников на уровне городов. Поэтому большое количество местных чиновников предполагало, что такой компьютеризированный подход к организации инфраструктуры будет очень дорогим, но неэффективным. С другой стороны, энергоэффективный город тоже оказался в поле критики. Можно сказать, он оказался в тупике. В самом начале система энергетического менеджмента, которая продемонстрирована у нас на левом нижнем углу нашего слайда, продемонстрировала, что окажется очень сложно найти существующий и развивающиеся бизнес-модели для эффективной системы энергетического менеджмента, особенно для обслуживания этой системы. Были ожидания, что это создаст новую индустрию, новую индустрию услуг, которая окажется между производителями энергии, то есть компаниями, генерирующими электроэнергию и потребителями. Но, однако, представители индустрии выяснили, что это очень тяжело найти действительно подходящие и жизнеспособные бизнес-модели, которые обеспечивали бы эти сервисы для системы энергетического менеджера. Потребители не хотели платить дополнительные деньги в рамках оплаты счетов за коммунальные услуги за дополнительные услуги. Большое количество дополнительных услуг были предложены в рамках этой концепции. Однако, с точки зрения производителей, конечно, это было выгодно. Однако, не очень выгодно для конечного потребителя, для представителя стороны спроса. Они не хотели платить за дополнительные услуги. Поэтому ожидания, что появится новая индустрия услуг, оказались вполне разочарующими для представителей этой концепции. С точно такой же точки зрения, большое количество разных попыток были установлены специальные счетчики, которые должны были помочь сэкономить. На самом деле, за счет внедрения этой системы энергетического менеджмента, большое количество потребителей сократило потребление электроэнергии на 5-10%, потому что счетчики и другие девайсы позволяют продемонстрировать потребителям, какое количество они потребляют, а также они могут видеть свою кривую потребление. Они видят свои базовые счетчики, сравнивают со своими умными счетчиками и видят, что после двухлетнего промежутка изменилась их модель потребления. Снова возникла примерно та же система потребления энергии. Люди достаточно сильно устали от попыток сокращать свое энергопотребление и экономить на энергии. Были высказаны определенные надежды на то, что система заставит их поменять свой подход к потреблению энергии, экономить энергию. Но за время этого периода, к сожалению, случилось только разочарование. И сейчас, начиная с примерно 2014 года, началось некое возрождение идеи умных городов, особенно в Соединенных Штатах Америки и в Европе. И новые подходы к умным городам – это больше не технологический подход. А как вы можете увидеть на правой стороне слайда, в зеленой его части, там сказано, что умные города, в умных городах видят возможные реальные решения к проблемам городов. А также в самом начале, во время самого первого роста популярности, центральное правительство играло очень важную роль в руководстве проектов во внедрении умных городов в Европе, Китае, Японии, а также промышленность ввела, вводила большинство предложений. И оно предложило новый концепт умных городов. Но в настоящий момент, как вы можете увидеть в нижнем правом углу, вы можете увидеть, что роли муниципальных образований, городов и промышленности поменялись. Были найдены новые роли в развитии умных городов, которые распределены по-другому, о чем я поговорю чуть позже. А кроме того, у нас появились новые разрешающие факторы, такие как новые технологии, такие как интернет вещей и open data, и открыты данные, которые пришли на поддержку разработки новых типов умных городов. А также города рассматриваются как одна из самых больших, крупных взаимосвязанных систем, вместо того, чтобы рассматривать их как отдельные пункты инфраструктуры, такие как энергетика, инфраструктура и системы снабжения воды. Теперь это рассматривается как единая большая система. Итак, если мы попытаемся обобщить то, что сейчас происходит, в первом этапе хотел бы отметить, что именно технологии являлись ведущими в развитии умных городов, и главными игроками на этом рынке являлись технологическая промышленность и центральное правительство. А сегодня концепция или понимание умных городов изменилось, и теперь новые проблемы, которые возникают, являются первичными. То есть на сегодняшний день на первом плане стоят проблемы, которые должны быть решены, и технология стала всего лишь инструментом, при помощи которых эти проблемы нужно решать. И на сегодняшний день ведущими игроками являются муниципальные образования, общество, стартапы и города вместо крупной промышленности. И сейчас я покажу четыре примеров умных городов из Японии, Китая и Соединенных Штатов Америки. Два примера из Японии и Китая принадлежат старой модели. А два примера из Соединенных Штатов Америки относятся к своеобразной новой модели. И первый пример – это город Китакьюшу, который находится на юге Японии. И этому городу было предоставлено финансирование от Министерства экономики, торговли и промышленности по проекту, который назывался «Энергетические системы следующего поколения». И в этом проекте цена на электричество была динамически изменена в зависимости от потребления. И эксперимент здесь заключался в том, как потребитель или жители будут себя вести по отношению к динамическим изменениям ценообразования на электричество. И мы видели очень современные технологии, которые были применены, особенно в системе энергетического распределения в городах, и развиты новые. Ее вы можете увидеть на левой стороне слайда. Примеры экранов системы управления энергией в городе вы можете увидеть на правой стороне экрана. И эксперимент или демонстрация была завершена и показала очень большое количество крайне ценных данных. Всего лишь изменив то, как оно изменяет динамическое ценообразование, оно продемонстрировало, как именно люди взаимодействуют с этим проектом. И мы смогли увидеть разницу в поведении потребителей в зависимости от того, как изменялась цена на энергию. И после того, как этот проект завершился, не появилось новых услуг, которые были бы разработаны в данной области. В самом начале Министерство экономики и торговли промышленности ожидало, что после того, как этот демонстрационный проект будет завершен, появятся новые промышленности, которые будут разработаны в данной сфере, которые бы основывались на этих системах энергетического менеджмента. Но, как я уже упоминал, потребители были не готовы платить дополнительные деньги за эти услуги по менеджменту. И как только грант от правительства исчерпывался, то вся деятельность прекращалась. И это одна из старых моделей умных городов. И вторая модель – это эко-город Янджин. Он достаточно известный проект, который является совместным проектом вместо правительствами Китая и Сингапура. Они совместно разработали крупный город на прибрежной полосе. Там совершенно не было жителей. Если в прошлом примере, в примере Китакё еще, на месте эксперимента уже был город, и новая система энергии была внедрена в старом городе, то в данном случае мы увидели, как они строили новый город, который был специально разработан для внедрения новой системы. Как мы можем видеть из названия – Эко-город. Была предусмотрена новая система энергетического управления и после некоторой разработки была завершена. Но это считается своеобразным типичным примером старой концепции умных городов, поскольку в нем не было жителей к тому времени, когда город уже был построен. И поэтому совершенно нет ответов на потребительские запросы, поскольку изначально не было потребителей. Поэтому это старый тип, который спроектирован центральным правительством. И сейчас я перейду к новой модели. Это Портланд, штат Орегон, Соединенные Штаты Америки. Портланд известен как город, который привлекает молодые кадры. И цель развития города Портланд была в том, чтобы привлечь большее количество молодых творческих кадров. И концепция разработки заключалась в разработке города для человеческого существования и комфортной жизни. Как вы можете увидеть на картинках на левой стороне слайда, они попробовали превратить улицу в место, в котором люди могли бы оставаться долгое количество времени, знакомиться и общаться, и взаимодействовать с другими людьми. И если вы посмотрите на левой стороне слайда, улица становится тем местом, где люди могут знакомиться и работать с друг другом. И даже трамваи, которые вы можете видеть на самой нижней картинке, трамваи проезжают очень близко с людьми, которые сидят, и люди могут видеть друг друга. И это очень важно для того, чтобы создать инновации или использовать творческий подход к созданию новых городов, поскольку инновация или создание нового бизнеса или новых стартапов, в этом процессе крайне важно смешивать разных людей, чтобы у вас была возможность смешивать людей с разными историями, с очень разными людьми. И Портланд пытается сделать это при помощи проектирования городских улиц. Еще один пример этого нового понимания умных городов — это из штата Огайо, Соединенные Штаты Огайо, города Коламбус. Этот город является победителем соревнований от Департамента транспорта Соединенных Штатов Америки, в рамках которых им была поставлена задача исправить существующие проблемы в городах, используя транспорт как инструмент. И в случае города Коламбус, проблемы, которые предстояло решить, их было две. Первая проблема была повышенная младенческая смертность детей до пяти лет в определенном районе города была выше средней, и эту проблему надо было решить. А также в городе присутствовало некое неравенство по состоянию здоровья в зависимости от расы и принадлежности. И задача была использовать транспорт для того, чтобы решить эти проблемы. Потому что это соревнование, которое курировалось Департаментом транспорта Соединенных Штатов Америки, их задача была не только внедрить троллейбусы в город, или просто внедрить новые системы местонахождения автобусов, или построить новые автобусные остановки, а попытаться решить задачу, как же можно улучшить младенческую смертность, как можно понизить младенческую смертность, как можно достичь наиболее высоких средних показателей. И они постарались улучшить показатель заботы над младенцами, то есть они увеличили систему общественного транспорта и попытались меры пренатальной поддержки, поскольку у людей, которые находились там, был крайне ограничен доступ к медицинским услугам, не имели возможности доступа к поликлиникам, и если у них были сложности с беременностью, то у этих людей не было возможности прибегнуть к медицинской помощи, и у этих людей не было доступа к смартфонам, телефонам и другим девайсам, которые они могли бы использовать. И из-за этого они не имели возможности использовать эту систему транспорта бесплатно. И поэтому город начал распространять некую карочку, которая должна была бы быть использована как средство оплаты для общественного транспорта, для того чтобы жители могли больше не беспокоиться об оплате. И это своеобразная социальная поддержка, которая использовала транспортную систему как инструмент. И подобные подходы, в данном конкретном случае инфраструктура ограничена транспортом, но вы можете увидеть, как инфраструктуру можно использовать для того, чтобы решить существующие проблемы и которые относятся исключительно к городу. И это тот самый новый подход к концепции умных городов. А также изменение ролей игроков на этом поле является крайне важным для будущего развития умных городов. Частное и общественное партнерство является критичным для дальнейшего развития. Частное и частное государственное партнерство – это то, что позволяет совместить интересы промышленности и муниципальных образований. В данной концепции промышленность выявила наибольшую активность при предоставлении новых предложений и при внедрении изначальных систем в муниципальные образования. И муниципальные образования или города находились в позиции реакции, реагируя на те предложения, которые они получали от промышленности, ожидая грантов от Центрального правительства, ожидая возможности привнести этот грант в область частного государственного партнерства. Но на сегодняшний день у нас несколько другие игроки являются ключевыми в этом процессе. У нас есть новые формы частного государственного партнерства, которые включают теперь не только промышленность и муниципальное образование, но теперь также включают университеты и людей, которые проживают на местности. Когда мы говорим государственное, мы имеем в виду и муниципальное образование, и университеты, а когда мы говорим про частную, мы говорим про частную промышленность, а также про людей, которые проживают в городах и этих образованиях. И эти четыре игрока занимают разные роли. В этом новом понимании умных городов проблемы, которые предстоит решать, являются первичными. И в нижнем правом углу жители и общество, которое проживает в городе, определяют те проблемы, определяют проблемы, а также предлагают... А также запрашивают возможные решения от людей, проживающих на местности. И это некая система, которая начинает расти снизу вверх. И как только есть возможность определить проблемы, то муниципальные образования могут взять ведущую роль в внедрении этих решений. А промышленность уже отвечает на требования для того, чтобы обеспечить местное правительство с необходимой технологией и с тем видением и опытом, который у них есть во взаимодействии с другими городами, то есть не пытаясь продать собственную технологию, а советуя городам использовать собственный экспертный опыт. И, конечно, это бизнес. И поэтому, безусловно, у него есть определенные ожидания, что их решения принесут им определенные дивиденды. Но их интересы уже не являются первичными и находятся наравне с местными жителями, муниципальными образованиями и университетами. Роли университета... У университета есть три роли, которые он должен выполнять. Первое — это исследование новых технологий. Совместно с городами, используя города как возможность протестировать свои новые исследования, а также использовать проекты умных городов для образовательных целей, в которых студенты задействованы в проектах для того, чтобы закончить свое высшее образование. А также университет занимает нейтральную позицию между муниципальным образованием и людьми, а также между муниципальным образованием и промышленностью. И когда проекту нужна новая система, которая должна быть установлена в городе или в отдельном обществе, то и когда требуются новые правила, то университет вступает в этот разговор с экспертным знанием о законодательстве, а также с нейтральной позицией. И именно в этом заключается новая роль университета в разработке и продвижении идеи умных городов. В самых последних разработках этой концепции. И как я упоминал ранее, стартапы, крупные стартапы в области информационных технологий очень сильно поддерживали. И очень большое количество приложений, которые используются стартапами в сфере информационных технологий, были нацелены на поддержку этих умных городов, поскольку у стартап-компаний есть много мобильности, они могут двигаться намного быстрее, чем крупные компании. И муниципальные образования могут опереться на эти стартапы из-за их мобильности. И я понимаю, что весь этот семинар, что вся наша образовательная активность на острове нацелена на то, чтобы подтолкнуть людей к образованию новых бизнесов и новых предпринимательских активностей именно в этом направлении, которые были бы применимы к России. Это является очень важным аспектом, что, например, в США, в Европе, что стартапы в сфере информационных технологий играют очень большую роль в сфере городского развития. А сейчас позвольте перейти к теме решения проблем, которые появляются в городах. И эта концепция тоже лежит в сердцевине понятия умного города. Во-первых, это, конечно, тип решения через применение различных регулирующих актов или любого типа административного регулирования. Второе решение – это изменение через стиль или образ жизни. Если первая колонка характеризует решение местной администрации, то вторая колонка характеризует решение самими жителями. И, наконец, последний подход – это решение через технологии, то есть через индустрию, бизнес и производителей. Понятно, что сначала мы фокусировались на технологических решениях, а теперь мы понимаем, что все три подхода имеют место быть, и они все работают параллельно. Тем не менее, по-прежнему существует определенный набор вызовов каждому из этих подходов. Что касается административного регулирования, во большом количестве случаев и администрация, и районная администрация имеют свои полномочия только в очень узком наборе сфер или конкретных типов активностей, то есть они как бы не пересекаются между собой, поэтому каждый решает только свои вопросы. Для того, чтобы решения принимались вместе с горожанами, практически не существует форматов, когда можно вовлекать одновременно представителей разных департаментов. когда вам приходится работать над тем, как изменить энергопотребление не очень приятными способами, не самыми комфортными способами, возникают определенные сложности и вызовы. Очень важно, чтобы все люди принимали решения в урегулировании своих сложностей и вопросов совместно с разными стейкхолдерами. Новые бизнес-модели должны быть найдены для того, чтобы обеспечить внедрение схем и решений, которые будут окупаться только через продолжительное время. И вот такие вызовы существуют для этих конкретных типов решений. Какие урбанистические решения могут быть интегрированы в общую пирамиду решений? Как сделать их более стабильными и менее волатильными? Посмотрите на стрелку с левой части от экрана. В нижней части этой стрелки мы видим, что находятся менее волатильные типы изменений. Это значит, что эти типы изменений достаточно сложны. Скажем так, это самые трудно решаемые ситуации, например, изменение образа жизни. Это сложная ситуация, сложный вызов. В середине находятся чуть менее сложные, но по-прежнему очень сложные, например, практики управления. Далее вы можете менять правила и определенные установки. И чем далее к технологии мы движемся, чем выше мы движемся к технологии, тем проще менять. Технология сама по себе легко изменяема. Когда мы думаем о проекте или когда мы думаем о городском развитии в будущем, нам часто нужно понимать, что существуют эти слои, в рамках которых мы находим решение для проблем. и надо понимать, с какого слоя надо начинать решение проблем. Сейчас общий тренд в городском развитии, в развитии городов будущего, и позвольте мне вернуться непосредственно к теме моей лекции, это тренд, который мы можем обозначить как достаточно российский тренд среди глобальных трендов. Можно бы обозначить его как мультииспользование. Я бы хотел сразу обозначить, что мы можем примерно обозначить это как переход от смешанного использования к многофункциональности или мультииспользованию. Как вы видите на первой картинке на этом слайде, несмотря на то, что подписи не очень велики, возможно, вы видите, что с голубым фоном подписана бизнес-зона, с зеленым цветом подписан парк, а красным подписана образовательная и исследовательская зона. Да, это зона для исследований и образования. И, наконец, желтым подписана специальная экономическая зона. Ну, это такое традиционное или обычное использование городского пространства. Вот так у вас появляется определенная зона, вы обозначаете ее как жилую зону, здесь живут люди, а здесь люди работают, это бизнес-зона, люди живут и работают в разных местах, они постоянно перемещаются и туда-сюда ездят на работу и с работы. сейчас мы переходим к модели от смешанного использования к мультифункциональному, когда в одном конкретном квартале или в одном конкретном районе вместе с жилой зоной появляются и объекты коммерческой недвижимости, и бизнес-зоны, и госпиталь и прочее. У вас достаточно много высотных зданий, нижняя часть этой зоны становится коммерческой зоной, например, нижние этажи, далее у вас появляются офисные этажи в центре этого здания, и дальше, чем выше вы будете двигаться по высотному зданию, там появляются, например, кондомиумы, где люди живут совместно или еще какие-то другие зоны. И эта комбинация жилой зоны и бизнес-зоны, где люди работают, обеспечивает им возможность мобильности, когда вы и учитесь, и работаете, и живете в одной зоне. Вы можете встречаться с большим количеством разных людей, даже когда просто выходите пообедать, или посещаете своих знакомых для того, чтобы провести с ними деловую встречу. Такую ситуацию мы можем уже назвать экосистемой, которая стимулирует творческую деятельность и стимулирует развитие инноваций. И ровно как в ситуации с Портландом в Соединенных Штатах Америки, там администрация пыталась организовать городское пространство так, чтобы люди могли встречаться друг с другом. И здесь мы видим, что новый подход уже появляется в городском развитии и в Японии, и в большом количестве американских городов. Появляются два разных эффекта, когда мы получаем такую структуру. Первый эффект, у вас появляется возможность для людей встречаться друг с другом, у них есть возможность создавать новые товары, новые бизнесы, новые инновации. в это же самое время люди перестают так много проводить времени, перемещаясь между работой и домом. с точки зрения экологии экономится большое количество энергии и ресурсов для того, чтобы уменьшить проблемы с перегрузкой дорог и экологическими вопросами. такая структура позволяет максимально организовать решения для этих проблем, можно сказать, два в одном. Такова текущая ситуация. И с нашего текущего момента такого рода мультифункциональные зоны будут появляться в том числе и в Японии, как я уже сказал. Возможно, вы знаете, что население в Японии сейчас перестало расти и количество населения уменьшается. Соответственно, также получается достаточно серьезная проблема со старением населения в Японии. С точки зрения нашего опыта в Японии мы раньше жили за пределами городов. Центр города обычно был так называемым бизнес-центром и коммерческим центром, а все пригородные зоны были жилыми зонами. Однако, когда люди начинают стареть, для них становится сложно перемещаться такое продолжительное количество времени из города в город. Из города, прошу прощения, за город и обратно. И в большом количестве городов, в центральной части городов мы сейчас перестраиваем их, появляются пространства для проживания этих пожилых людей. Эти пожилые люди уже не должны будут тратить свое время для того, чтобы продолжительно перемещаться между одним районом и другим. Они могут ходить в магазин прямо рядом с домом или, например, совершать какие-то другие дела. также количество детей снижается в Японии. Соответственно, возрастная структура городов меняется. Соответственно, сейчас начальные школы строятся так, чтобы они могли перестраиваться в дома престарелых. как только количество детей уменьшается, здание может быть функционально перестроено под дом престарелых. Получается, что у здания появляется многофункциональность. И в зависимости от изменений в стратификации людей в возрастной пирамиде, например, меньше детского населения, больше пожилого населения, пропорция меняется. И для того, чтобы учесть эти изменения, функциональность зданий тоже меняется, функциональность города меняется. Это так называемая многофункциональная схема использования зданий и города. Это новая фаза городского развития. Я прямо там на слайде в зеленом плашечке написал, что здания и разные объекты города меняют свои функции для того, чтобы соответствовать изменениям в стиле жизни горожан. Это общий тренд. Ничего не меняется. Простите, а вы не могли переключить на следующий слайд? Ага. Я не собираюсь критиковать текущую ситуацию, которая сложилась в России, поскольку я общался с большим количеством городских архитекторов, дизайнеров и специалистов городского развития в России, также специалистами в областях, которые так или иначе связаны с развитием умных городов. и даже сейчас планирование городов в России кажется все-таки тяготеет к так называемому традиционному функциональному зонированию. И также по-прежнему существуют понятия моногородов, которые достаточно распространены. и это по-прежнему сохраняет проблему моногородов в России. Я понимаю, что большое количество людей в России пытаются решить проблему моногородов. Я помню свой опыт несколько месяцев назад, когда я общался с коллегами по поводу смешанного подхода, мультифункционального подхода, который является сейчас глобальным трендом. Общался с одним из руководителей города в России и он ответил мне. Он говорил мне про вот этот новый способ использования территории, он мне сказал, но это все потому, что в Японии очень маленькая площадь территориальная. В России говорил он очень широкая территория, очень большая территория государственная и соответственно вам не требуется компоновать разные части города в одном пространстве. Я не говорю про использование земель, я не говорю о том, какую площадь вы можете занять, я говорю о другом. я говорю о том, как организовать общение людей, чтобы они встречались между собой, чтобы создавали новые идеи. И мое впечатление складывается следующим образом. Те, кто сегодня присутствуют на острове, они, как мне кажется, думают из будущего, они ориентированы на будущее. И этот слайд может показаться в каком-то смысле забавным. Или, ну, вы понимаете, но мой опыт с достаточно высокопоставленными людьми в России позволяет мне сделать вывод, что определенный традиционный подход или менталитет, или образ мышления с точки зрения городского планирования по-прежнему силен. А мне кажется, что мультифункциональный подход по-прежнему остается, и он, как я уже сказал, сейчас находится на пике, он находится в тренде, он будет оставаться крайне важным для выживания города и прогресса его в будущем. И мне кажется, что для России это точно так же справедливый тезис. Очень важно понимать, что когда мы говорим об умном городе, это решение реальных проблем. Умный город это город, в котором проблемы могут решаться совместными усилиями тех людей, которые живут в нем. Самая ключевая задача городского планирования, самая ключевая задача организационного города, это создание привлекательного города, которые живут здесь сегодня, или тех, кто захочет приехать в город в будущем. То есть создать такой город, который стал бы привлекательным для населения. Это очень важный тезис. Он является критическим для любого планирования города, особенно привлечения молодых людей, особенно для городов Японии, где городское население постепенно стареет, и где все меньше и меньше молодых людей будут проживать в городах. В целом, все согласны с той теорией, которая была предложена представителям университета Торонто теория творческих городов. Это теория непосредственно о создании достаточно плотного сообщества людей, которые постоянно пересекались бы между собой, и чем чаще люди встречаются, чем чаще разные люди встречаются, тем более возможны позитивные изменения. И поэтому городское планирование должно создать все условия для их постоянного пересечения. Однако изоляция, например, университетских городков, это плохое решение, потому что у вас нет возможности для того, чтобы студенты встречались с бизнесменами, например. У меня есть достаточно большое количество русских друзей из разных городов, университетов, и я с ними общаюсь. Я говорю им, что этот университет, например, Дальневосточный федеральный университет, имеет потрясающий кампус, но он изолирован на этом острове. И, на мой взгляд, это определенный недостаток с которым столкнулась Япония примерно 40 лет назад. Было достаточно большое количество университетов в центральных районах Токио. Был такой тренд выносить кампусы в пригородные пространства, там, где были прекрасные белозеленые кампусы. Но студентам приходилось ездить полтора часа для того, чтобы добраться до кампуса. Было очень сложно привлечь студентов и профессоров, и исследователей и так далее, потому что путешествовать с работы на работу им приходилось достаточно долго. и сейчас большинство из этих университетов вернулись в Токио, построили очень высотные здания, небоскребы, и для образовательных возможностей в университете это стало значительным преимуществом. не так уж обязательно иметь большой белый кампус. точно так же, как и традиционные исторические британские университеты Оксфорд или Кембридж. Они, по сути, растворены в городе, так что городские здания перемежаются с образовательными корпусами. В токийских университетах здания обычно это небоскребы, это достаточно высотные здания, потому что студенты, конечно, многочисленны в таких университетах, порядка 20 этажей и выше. Но эти здания находятся в центре, в центральных районах города и вместе с бизнесовыми зданиями с коммерческой недвижимостью составляют центр города. И профессоры, и исследователи, и студенты могут встречаться. Например, фармацевтический департамент или фармацевтическая кафедра может встретиться с фармацевтической компанией, которая находится на кампусе. И таких примеров множество, это постоянно происходит. Когда я встречаюсь, ну вот я недавно прямо встречался с одним из министров с ним из министров правительства Приморского края и сказал ему то же самое, что господин министр у вас уже есть решение принятое перенести кампус вот сюда. Но для того, чтобы сделать Владивосток действительно инновационным городом, для того, чтобы привлечь сюда стартапы, венчурный капитал и венчурный бизнес, вам нужно перенести этот кампус обратно, прямо в город. Вы можете у вас возможно появится такой долгосрочный план, например, 20-30 лет вперед, но этот кампус не может рассматриваться как эвакуационная зона, потому что центральная часть города постоянно переразвивается, перестраивается. И пока центральная часть города меняется, вы можете встроиться в эти изменения, вы можете вернуть своих студентов в центр города, чтобы они постоянно смешивались с другими представителями других слоев общества, например, с бизнесменами. Можете здесь оставить лаборатории, которые не могут быть расположены в центре города, или можете разместить здесь мероприятия, такие прекрасные конференции, как это. Но это просто моя личная идея, личное мнение. С точки зрения перспективы создания инноваций или нового венчурного бизнеса, созданного в университетах, крайне важно иметь возможность организовывать разные вкрапления в университетскую жизнь. и как же улицы поменялись. Например, вчера я общался с одним из участников этого образовательного мероприятия, может быть, он сейчас с нами здесь в этом зале, я не уверен, но мы с ним общались о умных дорогах. Есть два подхода или два аспекта умных дорог. Первый это то, как сделать так, чтобы не было пробок, как сделать так, чтобы дорожное движение стало постоянным плавным и без остановок, используя беспилотные автомобили, используя разные системы управления светофоров и так далее. И второе значение умной дороги в умном городе это то, что раньше дорога была инструментом, которое позволяло человеку перемещаться из одного места в другое или для того, чтобы перемещать товары из одного места в другое. То есть это было место, которое просто проходили. Но сегодня у нас у всех есть мобильные устройства, такие, как ноутбуки, такие, как другие девайсы. И вы можете работать, вы можете продолжать заниматься бизнесом, если у вас есть подключение к сети. Если у вас установленное программное обеспечение на вашем телефоне. И как вы можете увидеть наверху этого слайда, раньше офис это было закрытое помещение с определенным количеством мебели. То есть это некий конверт стен. Но используя мобильные устройства и беспроводной интернет, улицы, площади и парки превращаются в ваши офисы, в которых вы можете работать. И как я показываю на нижней фотографии, которая сделана в Токио, все эти примеры сняты в Токио, новое развитие в центре города Токио заключается в том, чтобы расширить прогулочные зоны, расширить тротуары, и поэтому первые два или три этажа были отодвинуты назад для того, чтобы предоставить пространство для широких тротуаров, для того, чтобы была возможность покинуть кабели и поставить скамеечки, для того, чтобы люди могли сесть, отдохнуть или поработать прямо на улице. для того, чтобы люди получили возможность встречаться друг с другом и знакомиться. И это новый тип офиса. Это является своеобразной новой структурой. И конкретно этот слайд я использовал в прошлом году в Владивостоке во время Восточно-экономического форума, который назывался «Город-центр притяжения». И предметом этой сессии было «Как сделать Владивосток, чтобы он стал городом венчурных бизнесов». И меня пригласили как одного из участников этой панели дискуссии по вопросам привлечения творческих молодых людей, чтобы они создавали венчурный бизнес в Владивостоке. И я показывал этот слайд. И, конечно, это достаточно просто для более простого климата. «Город-центр и это может относиться к Владивостоку или Москве или, возможно, Якутску, я не уверен. Но новые технологии являются определенным проектом улиц. То есть это не значит, что все улицы в городе должны быть подобны этому. это значит, что вы можете сделать определенную часть города, которая привлекала бы людей из разных его частей, а также бизнесменов, студентов, исследователей, места, где они все могли бы знакомиться и перемешиваться. И поэтому подобная взаимосвязь улицы, подобный дизайн оставляет много возможностей для взаимосвязи. Вы можете построить улицу под землей, вы можете поспособить по этой площади. Концепция такой улицы заключается в том, что офисы не разделены на компании, а в том, что офисы накладываются друг на друга, они накладываются на саму улицу, они взаимосвязаны и пересекаются в этом районе. И было много попыток создать площади из улиц. И самое верхнее это Осака, Япония. И с левой стороны вы можете увидеть, как собираются такси на улице перед зданием железнодорожного вокзала и улица была закрыта для пешеходов. И вы можете увидеть в центре и на правой стороне, которые сделаны в вечернее время, и на улицах могло появляться кафе или маленькие магазинчики или киоски, которые были бы доступны для пешеходов. И в этот момент все машины пускают в объезд этой зоны, освобождая ее от автотранспорта. И они проводили проверку пробок после того, как это было перекрыто для пользования пешеходов, и на самом деле они увидели, что поток машин стал менее плотным и стало меньше пробок. И поэтому то, как они использовали дороги, являлось очень плохим примером их использования. средняя фотография это очень известная площадь Тайм-скуэр в Нью-Йорке. И 10 лет назад это была всего лишь улица с большим количеством машин, но сегодня это площадь для переходов. Тайм-скуэр это настоящая площадь, а до этого Тайм-скуэр являлся всего лишь улицей, но никак не площадью. А также в Париже вдоль реки Сены на левой стороне экрана вы можете увидеть пейпас который установлен вдоль реки и там существует множество мостов, которые переброшены через реку и обычная дорога на уровне мостов как правило всегда стояла в пробке поскольку мосты постоянно пересекались машинами со стороны реки и поэтому город разработал новый способ новую улицу новую экспресс улицу под мостом и поэтому эта улица для быстрого перемещения помогла избавить загруженность этих улиц а поскольку люди в Париже как правило любят чтобы у них было больше пространства для людей и как вы можете увидеть в нижнем ряду на центральной картинке улицу они не перестроили улицу полностью они просто закрыли часть ее песком и сделали ее похожей на пляж и все машины были также перенаправлены и поэтому у людей появилась возможность проводить пикники прямо рядом с рекой и этот процесс занял более 15 лет сначала они остановили автомобильный проезд они останавливали они запрещали въезд автомобилям только по воскресеньям для того чтобы проводить работы и постепенно они увеличивали количество времени на которое этот участок закрывался от машин и постепенно увеличивая в конце концов полностью ограничив использование этой дороги для автомобилей это было достаточно малобюджетное предприятие поскольку изначальная дорога осталась на месте и поэтому здесь нету дорогих дорожных работ которые должны были быть проведены и здесь использование исключительно изначальной инфраструктуры при добавке совсем немного нового например песка скамеек возможно несколько киоскообразных магазинов и потом постепенно назначение улицы поменялось это очень важно для будущего развития городов и для развития инфраструктуры что является предметом моей лекции и моя и любимые изменения людей образ жизни людей меняется медленно и как я показывал на одном из предыдущих слайдов здесь очень сложно поменять образ жизни но история говорит нам что то изменение во внешней среде изменение в технологиях изменение в цивилизациях образ жизни также медленно меняется и после того как меняется образ жизни остальные слои меняются с большей легкостью это значит что изменение в образе жизни и изменение инфраструктуры и изменение городов все помогают изменить образ жизни людей я с вами уже поговорил о будущем городов и немного о инфраструктуре и сейчас инфраструктуру городские планировщики люди которые говорят о умных городах и о эко городах в своей массе говорят о инфраструктуре в отдельности отдельно о телекоммуникациях отдельно о электро системах электроснабжения отдельно о системах водоснабжения но сегодня город является системой систем все эти индивидуальные инфраструктуры взаимосвязаны между собой поэтому для того чтобы увидеть город как целостную систему для нас это является важным и ключевые понятия они написаны очень мелким шрифтом на правом стороне слайда я привел пару примеров недавних выражений возможных видений города то есть метаболизм городской метаболизм городская анатомия город как экосистема и поэтому городская анатомия и городской метаболизм подразумевают то что мы должны смотреть на город как на человеческое тело это органическая структура где все включая информацию людей товары деньги все приходит и покидает его подобно метаболизму в человеческом теле как наша органическая структура и такой подход такой целостное видение является очень важным в нашем мышлении о инфраструктуре и как вы можете увидеть на этой простой диаграмме крайне важным является то что большинство инфраструктуры было взаимосвязано где каждая отдельная позиция имеет очень большое влияние на очень разные модели инфраструктуры так же как и влияет на всю местность и расширяет свое влияние на всю местность и для того чтобы справиться с этим взаимодействием между инфраструктурами людьми люди которые занимаются инфраструктурами такие местные самоуправления такие как администраторы или девелоперы поставщики и инвесторы а также люди которые используют инфраструктуру все вместе задействованы в этом взаимодействии и поэтому коммуникационная платформа является крайне важной и вам также нужно принимать во внимание предсказания и предположения о том как будет распространяться это влияние глобально в сочетании связности инфраструктуры это модель которая сейчас понимается в международной организации по стандартизации как модель описания современного города она сейчас может стать одной из глобальных моделей для стандарта будущего города и эта модель тоже сейчас рассматривается она может описать или помочь описать глобальный стандарт города будущего и это последний слайд моей сегодняшней лекции еще раз хочу повторить финальный посыл который хотел бы чтобы все островитяне услышали поскольку вы пытаетесь создать новую ценность создать новые проекты с то с зрения развития города или развития будущих городов развития инфраструктуры важно понимать общий взгляд на город как на одну большую экосистему это очень важно нужно 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 всегда помнить про то чтобы создавать инновации через взаимодействие людей через взаимодействие мы действительно можем способствовать этому я здесь завершу свою лекцию и на этом мы закончим если у вас есть комментарии вопросы предложения пожалуйста обращайтесь благодарю вас господин мяч можно по-русски да вопрос задавать скажите есть такое определение пожалуйста отодвиньте микрофон чуть подальше от наушников фонить начинает перевод есть такое определение умного города data driving city город который управляется на основе данных как вы относитесь к такому определению умного города насколько это действительно важно да такое определение города имеет место быть но это всего лишь один из аспектов он действительно важный город управляемый посредством данных это феномен который может появиться только на основе наличия достаточного количества данных в современной дискуссии с городами в европе с управляющими городами в европе мы поняли что роль города это конечно агрегировать данные и делать их открытыми для того чтобы люди живущие там могли ими пользоваться ими данные не должны быть монополизированы не должны быть закрыты представителями района или местного правительства они должны быть действительно открытыми и мне кажется это очень важно для того чтобы создавать новые идеи да конечно этот концепт который вы упоминаете это это способ управления городом но не только управление городом является важным аспектом если у вас есть данные вы можете и вы должны открывать их населению чтобы стимулировать появление новых идей для улучшения жизни в городе и в этом случае такой концепт о котором вы говорите конечно основывается на анализе больших данных на аналитике больших данных большие данные становятся драйвером этих аспектов очень важно понимать что данные сами по себе это не конечная цель это драйвер улучшения жизни в городе я ответил на ваш вопрос спасибо митрия кухна я здесь благодарю вас за вашу лекцию меня зовут Иван Степанов я из города Якутск я исследователь Высшая школа экономики в Москве я фокусируюсь на мерах муниципального и государственного уровня по развитию инноваций в российских городах существует большое количество концепций развития городов будущего вы говорили про умные города о творческих городах о так называемых зеленых городах зеленый компонент в них в любом случае есть и в вашей презентации вы фокусировались на человеческих ресурсах как на главном драйвере городов будущего и я с вами согласен но в моем опыте у нас в Якутске был такой проект когда мы пытались создавать наш собственный небольшой городок возле Якутска где мы пытались создать движение инноваторов и мы пытались реализовать нашу идею связанную с инновациями и другие инициативы и мы хотели бы организовать новую инфраструктуру для жизни и здесь в рамках этого события мероприятия на острове наши преподаватели говорят что наши города были созданы и развивались для развития так называемой промышленности индустрии и по сути города были инструментом развития промышленности это инструмент прошлого технологического уклада сейчас у нас есть новые направления развития технологии нашей жизни и с моей точки зрения муниципальное управление в маленьких и больших городах где угодно в других странах включая Россию должно создавать специальную программу для внедрения инновационной технологии которые развиваются стартаперами технологическими стартаперами молодым поколением которые хотели бы сделать наши города более комфортными есть ли у вас информация или знаете ли вы о программах в других странах например программа как та программа о которой я говорил спасибо да благодарю вас поскольку вы являетесь исследователем высшей школы экономики возможно вам известен один профессор регионального развития ну ладно не будем сейчас об этом использование стартапов очень важная идея для развития города есть такая система под названием STIR которая расшифровывается как базирующийся стартап или стартап-резидент она появилась в районе Сан-Франциско конечно когда местное правительство или районное правительство обладает определенным набором полномочий для организации размещения стартапов на местном уровне тогда правительство стимулирует появление стартапов предлагает им проблемы своего города для разрешения и приложения которые или применения которые развиваются этими стартапами должны непосредственно решать проблему города местное правительство направляет стартапы предлагая им проблемы для решения и эти компании становятся очень хорошими например для решения вопросов с водоснабжением эти компании становятся хорошим ответом на вызовы транспортной ситуации и каждая компания отвечает на какой-то свой вопрос у разных компаний свои сильные стороны своя экспертиза и навыки и как только правительство предлагает проблемы для решения тогда стартапы начинают работать над решением этих проблем и предлагают свои решения такого рода программы стартапов-резидентов распространены в Нидерландах в Европе например в городе Роттердам и Айнхофен они внедрили похожую систему стимулирования или поощрения стартапов вы уже упомянули что должна быть система применения технологий стартапов но если технология стартапов не сфокусирована на решении проблем города тогда невозможно использовать эти технологии именно это и есть роль местного правительства именно тогда механизм конкуренции срабатывает и мне кажется именно местное правительство должно подсвечивать те проблемы которые считаются сейчас самыми важными и давать людям возможность их решать точно так же как и с вопросом про данные данные которые нужны для решения проблем города должны быть открыты они должны быть открыты местному населению для того чтобы решить эти проблемы есть еще один пример в городе Канзас в Соединенных Штатах Америки есть открытые данные но в то же самое время местное правительство обеспечивает определенного рода модель функционирования города стартапы могут развивать новые приложения и используя настоящие данные которые предложены порталом больших данных этого города применяют на эту модель города эти стартапы применяют данные на модель города и понимают пытаются понять будет ли работать их решение чтобы обеспечить хороший выхлоп своей работы мне кажется такой подход очень новый и в будущем уверен что он станет очень важным и распространенным я ответил на ваш вопрос можно я в продолжении этого вопроса просто не совсем понятен механизм каким образом осуществляется поддержка этих стартапов вот допустим если муниципалитет выбирает какие-то стартапы он финансирует их я правильно понимаю нет не совсем деньги не предоставляются им предоставляется нечто между тендером и конкретной закупкой скажем так обычно не не только один конкретный оператор определяется под конкретное решение конкретной проблемы обычно существует несколько компаний и когда у вас появляется венчурная компания которая например достаточно оперирует и навыками и данными и технологиями для решения той или иной транспортной проблемы тогда город выделяет решение этой проблемы конкретной компании они разрабатывают решение свое приложение например отдельно его разрабатывают и предлагают городским властям это решение есть определенный конкурс ну можно сказать тендер такого рода тендерная процедура которая используется для решения того кто будет решать ту или иную проблему но когда оператор определен и закупка муниципалитетом выполнена тогда компания естественно получает деньги так что это не совсем финансирование это скажем система оплаты работы за решение проблем которые сейчас стоят перед городом и мы знаем что тогда победитель получит закупку это понятно у нас система госзаказов примерно такая же но когда мы говорим о стартапах это определенный риск потому что они выиграли у них нет опыта так как это стартап это что-то новое и возникает риск сработает ли этот проект будет ли он эффективен для города да в случае программы которой я говорил программа резидентства стартапов это можно сказать часть стимулирования скажем так система инкубирования стартапов даже если бизнес маленький или не такой опытный у них все равно есть возможность поучаствовать и победить в этом проекте маленькие венчурные бизнесы достаточно быстро развиваются и движутся они создают новые приложения даже быстрее чем большие компании потому что у них нет внутренних процедур поэтому эффект использования стартапов таков что они получают результат гораздо быстрее чем если они контрактуют большие компании и мне сказали в нескольких городах где я посещал местные власти мне сказали что тендеры и закупка зачастую сокращаются по срокам за счет того что привлекаются стартапы спасибо еще один вопрос можно вы говорили о том что очень важен симбиоз муниципалитетов и граждан населения этого муниципалитета да и вот мне хотелось бы узнать о механизмах взаимодействия с населением каким образом оно принимает участие в управлении городом допустим в Японии это что это ставится проблема и какой-то опрос жителей производится либо на постоянной основе какая-то часть жителей решает эти вопросы механизмы какие взаимодействия это зависит это от конкретного города даже в Японии у разных городов и разных в разных городах используются разные структуры во многих случаях существует каждый отдельный город имеет свою автономную систему и как правило есть регулярные встречи городских властей и представителей автономных районов и маленьких пригородов а также может быть Япония является очень специфичной потому что они все очень близко располагаются друг к другу население живет очень плотно и население находится все очень близко и поэтому люди чувствуют себя чувствуют себя в состоянии кризиса что им нужно постоянно сохранять форму самого города и поэтому есть некоторые такие кафе общества и некие сельские помещения которые строятся иногда открытые помещения которые строятся в середине города где люди могут просто встречаться просто говорить общаться и у города есть открытый город показывает свои планы в открытом доступе в таких местах и они могут получать обратную связь с людей которые видели эти открытые демонстрации их планов их идей в например такого рода местах и это конечно очень сильно зависит в городе в городах где такого рода открытые учреждения являются успешными тогда идет возрождение и оживление города и конечно есть много городов в которых нет подобных учреждений нет подобных пространств и где люди очень консервативны и не происходит никакого взаимодействия с управляющими органами города и в таких случаях ничего конечно не происходит и конечно это все зависит от настроя самих людей а не только а не от усилий местных властей поэтому очень важно то как люди думают об этом добрый вечер господин Мичи спасибо вам большое за лекцию очень ценный материал скажите пожалуйста вот как давно существуют такие мультифункциональные зоны и можно ли уже оценить как-то экономический эффект от создания таких коллабораций на самом деле производительность экономических действий подобных зон могут показать как изменение структуры и разнообразие имеет эффект и поэтому есть много разных подходов к изменению городов и в конце концов финальным показателем является изменение населения района и уровень экономической деятельности в этой зоне я не очень услышал ваш первый вопрос как долго что вы имели ввиду когда этот тренд зародился по созданию вот таких многофункциональных зон и какое распространение это уже имеет многофункциональные зоны это достаточно новая идея и он только начал развиваться и вот это смешанное пользование зоны смешанного пользования было придумано в поздних 90-х в Японии было использовано в поздних 90-х может быть 92-м и сейчас уже имеется 20-30 лет опыта использования и вы понимаете это концепция смешанного пользования зародилась в 1992 году и дальше развивалась на стыке столетий и следующее большое развитие произошло в 2000 году а настоящее развитие этого смешанного пользования этих зон смешанного пользования имеет историю примерно 20 лет но не многофункциональных поскольку многофункциональные зоны являются новой идеей и постройка начальной школы которая могла бы быть использована как дом престарелых была уже достаточно давно но сам принцип многофункциональности является достаточно новым поэтому это это уже позднее определение этого раннего тренда который в некоторых частях уже начался при использовании помещений скажите пожалуйста поскольку школа может рассматриваться не только как такое пространство которое может быть преобразовано в дом престарелых но и как пространство где проектируется будущее отсюда у меня два вопроса первый вопрос есть ли опыт многофункционального изменения школьных пространств и второе поскольку вы говорили о том что в городах будущего люди ставят проблемы учат ли в ваших школах постановки проблем поскольку это отдельная технология да были построены школьные здания которые должны имели должны были иметь разные зоны применения а также детские сады которые имели разные функционалы разные предназначения например для как дом престарелых но также некоторые многоквартирные дома которые могли также быть изменены есть новые многоквартирные дома где стены могут передвигаться могут быть передвинуты в зависимости от структуры и нужды семьи которая живет в конкретном многоквартирном доме а по второму вопросу имеете ли вы ввиду образовательный инструмент я не очень понял что именно вы имели ввиду в вашем вопросе я хотела бы пояснить что на самом деле существует очень немного людей кто могут по-настоящему фиксировать проблемы и в обществе вообще-то дефицит таких людей кто могут выделять серьезные проблемы вы показали что благодаря пространствам общения возникает много инсайтов но для того чтобы эти инсайты возникали люди должны уметь эти инсайты выдвигать и уметь формулировать проблемы и по поводу вашего ответа на мой первый вопрос если можно я хотела бы спросить есть ли многофункциональные пространства внутри школ подобно тому как исследование конструирование проектирование по разным типам деятельности или какие-то другие зоны возникающие как образовательные пространства внутри школы спасибо на самом деле возвращаясь к первому вопросу ну в случае Японии например обычные супермаркеты магазины поскольку у нас сейчас ситуация с демографической зимой некоторые из них закрываются и сами здания начинают использоваться как например как например офис для клининговой компании поскольку большое количество пожилых людей требует таких услуг или госпиталям требуются такие услуги часть здания может быть преобразована в другие под другие задачи это очень типичная ситуация для нашей текущей общественной картинки поскольку система меняется например с транспортом то же самое происходит поток путешествующих в городах меняется и просто поскольку уменьшается население района закрывается супермаркет и на самом деле это вопрос не просто использования здания но это и вопрос транспорта и вопрос всего образа жизни населения поэтому как определить этот вопрос не все люди понимают эти проблемы должны должны быть определенные визионеры или лидеры мнений такие люди нам нужны в Японии например мы их называем урбанистами именно они могут найти такие проблемы проблемы городов и совсем недавно были организованы курсы по подготовке таких урбанистов преподаватели например приходят на эти курсы и из университетов и из местных администраций и из местных сообществ где они являются лидерами и эти опытные преподаватели опытные профессионалы оказываются в процессе образовательной логики где у нас есть как семинары в обычных залах для занятий как вы привыкли в школе или в университете например полгода ведутся такие занятия и такая образовательная система для урбанистов была только начата совсем недавно в Соединенных Штатах Америки есть система под названием сити менеджмент сам сити менеджер имеет свою собственную карьеру за плечами обычно часто он назначается городским советом а не просто выбирается как мэр и когда сити менеджер завершает реновацию города например маленького городка он например может быть по карьерной лестнице повышен в более крупный город и так далее так что сити менеджеры получают свой опыт как я уже сказал за плечами не должен быть значительный опыт управления городами в прошлом для того чтобы попасть на позиции управляющих в будущем и поэтому мы сейчас стараемся в Японии тоже перенять опыт Соединенных Штатов Америки например пожалуйста добрый вечер меня зовут Айсан Кондаков из города Якутск у меня есть вопрос который касается роли университетов в создании умных городов они могли бы пожалуйста объяснить чуть более подробно в чем заключается эта роль это просто база для стартапов или еще что-то да в развитии умных городов университеты играют более важную роль чем в обычных городах они проводят исследования они разрабатывают новые технологии новые системы для развития города для управления городом или для самого города они используют они используют город как можно сказать полигон для своих исследований живую лабораторию университет и город конечно должны взаимодействовать и работать вместе над проектами для того чтобы обеспечить наличие действительно такой вот живой лаборатории и конечно когда университеты занимают нейтральную позицию между администрацией города и гражданами при возникновении конфликта между местным правительством и горожанами университет должен играть роль нейтрального судьи для решения этого конфликта и мне кажется это очень важная роль которую здесь может сыграть университет пожалуйста добрый вечер спасибо за такую интересную лекцию подскажите пожалуйста на одном из первых слайдов вы продемонстрировали нам что сейчас у нас есть появились новые типы городов умные города экологические города и зеленые города объясните пожалуйста разницу потому что для меня умный город обязан быть экологическим и экологический город не может быть не зеленым в чем разница между ними или это просто стадии роста и развития города спасибо мне кажется это то что называется мемами знаете это слова которые заставляют нас прислушиваться к понятиям стоящими за ними эти слова словосочетания умный город эко город зеленый город используются разными людьми в разных значениях и отсутствует четкая структура разницы между этими словами умные города в самом начале использовались именно американцами а словосочетание эко город стало использоваться в Китае зеленые города предпочитают говорить в Европе эко города и зеленые города конечно фокусируются на решении экологических проблем а вот умные города конечно в основном это словосочетание используется с точки зрения города насыщенного взаимосвязанными технологиями когда мы говорим и называем эти слова ни один из этих терминов ни одно из этих словосочетаний четко не определено вы можете использовать так как вы хотите вы можете использовать эти слова так же как и любые другие словосочетания или слова которые синонимичны с ними по значению с точки зрения глобальных трендов в Европе есть такая премия под названием зеленая глава и каждый год новый город награждается этой страницей прошу прощения этой премией эту премию зеленая столица может получить город который соответствует критериям бережного общения к природе существует большое количество организаций которые определяют кто является победителем этой премии например фонд рокфеллера организация resident cities это тоже один из способов определить как мы относимся к этим терминам спасибо вам большое за лекцию прежде всего послушав вашу лекцию возник такой небольшой довольно глупый но практический вопрос дело в том что я из Иркутска и вы сейчас привели основную проблему российских городов это их монофункциональность но тот город из которого родом я он частично использует указанные вами технологии мультифункциональности или смешанного использования даже университет частично интегрирован с городом территориальное и в плане взаимодействия с правительством но мне кажется что этот город далек от умного и возникает вопрос а какие можно выявить тенденции по реформации подобных городов в умные я не беру не только конкретно свой город но и любой среднестатистический город в России но в частности в Иркутске есть проблема плотная застройка несмотря на то что новые здания в них используется вот эта вот смешанная функциональность нельзя сказать что эти города умные и меня данный вопрос сильно взволновал все же как и каким образом можно перевести подобные города в умные спасибо как я уже упомянул каждый город имеет свои собственные проблемы так что нет одного ответа или одного типичного определения умного города с точки зрения Иркутска если у вас например есть плотная застройка проблемой то есть что в вашем городе может быть не так сильно идентифицирована проблема и не определены решения совместно с людьми то есть с точки зрения Иркутска у вас есть плотная застройка и ваши люди пытаются решить эту проблему вопрос теперь заключается только в том как люди решают эту проблему как они ее обнаружили во-первых во-вторых как они решают в чем сама суть этой проблемы и каким способом эта проблема должна решаться поэтому после того как вы обнаружите что есть определенная дискуссия между людьми в городе и что эта проблема поднята с местного уровня на уровень жителей тогда если вы можете найти какой-то более качественный способ решить вашу проблему вместе с горожанами непосредственно тогда мне кажется вы уже становитесь на путь развития как умный город мне кажется умный город это не просто набор каких-то технических критериев когда вы находите проблему и находите пути ее решения или находите способ улучшить оценку этой ситуации вместе с людьми тогда мне кажется Иркутск можно считать умным городом у меня нет ответа на ваш вопрос который я мог бы выложить вам сразу без подготовки как сделать Иркутск умным городом но безусловно это ваша задача найти решение вместе с вашими горожанами я вынужден извиниться за то что наше время подходит к концу давайте завершим тогда одним вопросом спасибо за вашу презентацию она действительно была замечательной и я даже не думал что ситуация выглядит именно таким образом но есть один важный вопрос сейчас мы с вами находимся мы находимся в ситуации четвертой технической революции четвертой промышленной революции так называемая индустрия 4.0 все стартапы которые должны решать эту проблему или эти проблемы могут ли они решить эту проблему потому что мне кажется что только большие платформы как вы сказали когда все контролируется от воды до электричества до умных данных и корпоративного управления только так можно решить проблемы я не знаю может быть вы знаете случаи кейсы примеры или просто считайте сами когда действительно большие корпорации в настоящее время решали такие проблемы и может быть вы могли бы рассказать такие кейсы и может быть что это за компании в штатах в Японии решают такие проблемы создают эти платформы и внедряют решения в городах что касается платформ мне кажется это становится важной частью решения однако платформа сама по себе не является необходимой для каждого города и мне кажется нет никакого требования к тому чтобы именно большие компании создавали решения мне кажется все может быть организовано через облако и маленькими приложениями маленькими конкретными приложениями и решениями простите можно одну маленькую ремарку вот у вас есть госпиталь и вот хотите например применить одно решение ну например можно все перестроить можно внедрить систему которая имеет карточки пациента учетные карточки пациента и все сделано в системе однако такая система организована в соответствии с системой диагностики которая была организована другой компанией а может быть есть одна компания которая организовала одну платформу например Siemens вот например Siemens уже организовал одну систему я собираюсь ее купить потому что я ее внедряю в свою платформу я разговариваю с вами именно с этой точки зрения например можно сотрудничать с большими компаниями но я интегратор потому что если это не происходит то скорее всего мне нужно общаться с большим количеством людей с большим количеством компаний и для меня это становится большой проблемой что я бы хотел иметь одно решение интегрированное я говорю именно с этой точки зрения если есть практика например Hitachi или General Electric может быть есть такие большие компании которые могут сделать на самом деле в новой индустрии и в эре интернета вещей интерфейс коммуникации все больше и больше стандартизируется и поэтому в случае больницы базовая платформа может быть приобретена у одной компании но остальные приложения могут быть прикреплены через интерфейс через интерфейс соответственно я думаю что у нас достаточно пространства для стартапов чтобы они могли работать в данной сфере и это может расширить может расшириться и поскольку я работал в такой крупной компании как Тайчен я лично считаю что нужна более открытая система и нам нужно использовать те возможности стартапов которые являются наиболее важными для будущего которые являются важными для будущего например больницы или города большое вам спасибо большое вам спасибо еще раз большое спасибо